здравствуйте вы на канале айс пик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и с вами я олег павлюченко в этом фильме основываясь на своих исследованиях я приблизительно расскажу о событиях происходящих в мире после глобальной катастрофы 17 18 веков и так в прошлых сериях нашего проекта гибель тартарии я рассказывал о том моменте горячей фазы войны между мятежной территорией западной части евразии северной африки и европы против метрополии глобальной державы конфедерации тартария война это продолжалось достаточно долго порядка нескольких десятилетий но в горячей фазе этой войны было применено оружие массового поражения и это случилось если опираться на данные официальной истории а данные официальной истории конечно же скрыты но как шило из кармана они все-таки проглядываются сквозь мглу напущенную фальсификаторами и эти события еще раз повторяю по данным официальной истории по ее датировкам происходили семидесятые годы 16 века приблизительно 1570 год но реально эти события происходили позже хронологический сдвиг который мы с вами установили от 80 до 100 лет это шестидесятые семидесятые годы следующего 17 века то есть 1660 1670 год и еще раз повторюсь применение оружия массового поражения уничтожила практически все города на побережье пресноводного озера которые мы знаем сейчас как черное море уничтожила все города северной африки и не только на средиземноморском побережье но и в глубине континента средиземное море как мы с вами установили тоже являлась пресноводным озером уничтожены были все города на территории ближнего востока и теперь мы видим это как развалины пальмиры баальбека а также было уничтожено большое количество городов на территории самой тартарии от волки до дальнего востока до тихоокеанского побережья и как мы с вами установили удары были обоюдными кто первый начал непонятно но центр мятежа северная африка была также уничтожена практически под корень как и многие области тартарии но в тартарии жизнь продолжалась не все население в ней погибло а население на тот момент на земном шаре по результатам исследований многих альтернативных историков и исследователей составляла несколько десятков миллиардов человек но как ни странно территории западной восточной европы среднерусской равнины наименее пострадали от применения оружия массового поражения на этих территориях были уничтожены только некоторые города и объекты инфраструктуры напомню что оружие массового поражения в этой войне применялась очень большой мощности и как установил алексей кунгуров по воронке оставшийся в северной африке так называемого глаза сахары мощность этого воздушного ядерного взрыва или термоядерного составила порядка 140 килотонн но применялось еще какое-то зажигательное вооружение и опять мы видим много следов средневековых так называемых источниках о применении какой-то горящей серы повсеместно рон уайт находил эти шарики в районе мертвого моря они их поджигали в ложке и они прожигали эту ложку насквозь оставляя какое-то белое вещество которое далее не поджигалось кому интересно посмотрите эти опыты рона уайта они эту серу нашли в местах содома и гаморы но рон уайт установил местности этого содома и гаморы именно в сегодняшней палестине на берегах мертвого моря также следы этого зажигательного вооружения мы видим из описаний событий при иване грозном когда якобы опричники сжигали целые города то есть точечно это зажигательное вооружение применялось и по городам так называемой московии но московия ли это или нет мы еще только приближаемся к ответу на этот вопрос мне все-таки кажется что это русь и русь себя включала на тот момент практически всю территорию и западной европы кроме испании и ближнего востока и даже частично северной африки но русь была не самостоятельная а была просто областью тартарии и потихонечку какие-то части от этой области откалывались так откололась западная европа потом откололся ближний восток и малая азия ну понятно с северной африкой но это другая история и мы сейчас над этим работаем опираясь на один интересный ключ связь руси и византии но византии как мы с вами знаем не было это я хорошо показал в своем фильме пазлы великой тартарии кому интересно посмотрите ну пойдем дальше после этого массированного применения ядерного оружия практически в самых густо заселенных районах евразии америку мы пока не рассматриваем с африкой только северную африку погибло очень большое количество населения потом как мы понимаем разразилась эпидемии чумы и и мы тоже с вами рассматривали в первой части нашего проекта гибель тартарии ну соответственно возник и голод но при всем этом цивилизации еще была жива технологии культура народ он сохранялся и сохранялся он пару тройку десятилетий пока не случилась глобальная катастрофа совершенно другого масштаба но вызвана она конечно была вот этой вот ядерной войной на одном из трех спутников вроде бы как естественных спутников земли мы установили его как леля вот этой вот войной был нарушен какой-то механизм какой-то механизм я рассматривал в проекте три полюса два потопа пока мы выпустили 6 частей этого проекта но я думаю будем продолжать дальше и этот механизм мы все-таки опишем лучше она не была разрушена но механизм удержание и на робите земли был поврежден она лели находилась и атмосфера и гидросфера то есть там жили кто пока не понятно и это леля начала приближаться вращаясь вокруг земли к ее поверхности но это простым языком в какой-то из моментов она была уничтожена но уничтожена она была поздно практически уже видимо за несколько витков до столкновения с нашей планеты и распалась она на несколько крупных частей достаточно крупных которые вызвали вот эти вот все последствия которые мы с вами и рассматриваем опять все это мы рассказали в нашей серии фильмов три полюса два потопа куда упали части лели которых мы насчитали 5 или 6 ну напомню что один упал в районе северного ледовитого океана еще один упал в районе современной камчатки вроде бы как три следа вместе находится в районе филиппины японии одна часть упала в австралию и мы там сейчас видим самый большой камень в мире целый а еще одна часть улетела и пробила пролив дрейка между антарктида и южной америкой еще раз повторюсь что многие комментаторы моих фильмов начали искать что у всех этих частей не совпадали орбиты но они были разные с отклонениями на несколько градусов но извините кто-нибудь когда-нибудь видел взрыв насколько происходит разлет частиц от взорванного вещества или объекта это сейчас очень тяжело установить но все эти части которые я писал упали в определенной области погрешности этой орбиты лели вокруг земли и имели одно направление падения следующий упавший спутник фата немного забегу вперед имел совершенно другую орбиту практически перпендикулярную орбите лели упавшие части столкнувшиеся с нашей планетой части спутника леля вызвали вот эти вот все глобальные последствия которые я хорошо описал в нашем фильме три полюса два потопа реконструкция напомню поражающие факторы этого падения это цунами прихлестнувшиеся через евразию его причины мы рассмотрели это резкое замораживание определенных областей от взрывов которые произошли при падении этих кусков а произошли именно взрывы эти куски рассыпались на мельчайшие части а в области пониженного давления проник космический холод и один из таких следов на севере сегодняшней сибири в виде мечной мерзлоты мы и видим но такое же произошло во всех местах падения частей лели на поверхность земли даже в австралии единственно что более теплый климат всех остальных мест падения он эту мерзлоту со временем растаял также падение этих частей лели сопровождалось пыльными бурями от выброшенного в атмосферу огромного количества пыли и песка а песок как более тяжелый вообще засыпал территории в районе падений это как раз якутию где мы видим огромные толщи песка на которых растут сосны искусственно высаженные по мнению алексея кунгурова также мы видим континент австралия где этот песок тоже высыпался и покрыл практически весь континент толстым слоем и этот песок от лели отличается от песка который позже образовался в северной африке на ближнем востоке песок австралии красный а песок северной африке желтый но опять я немножко забежал вперед и еще одним поражающим фактором катастрофы была гидросфера самой лели при взрыве лели на орбите земли гидросфера превратилась в лед мелкими частицами и падая на поверхность земли верхних слоях атмосферы частицы льда нагревались превращались в пар а позже выпадали в виде дождей которые прибивали вот эту пульную бурю которая образовалась во всей видимо атмосфере нашей планеты так образовался первичный слой глины засыпавший первые этажи городов потом при второй катастрофе еще раз забегу вперед этого слоя образуются и еще больше в общем это основные поражающие факторы катастрофы произошедшие на нашей планете на рубеже 17 18 веков это реальная дата этих событий были же конечно еще и другие последствия но о них пока мы говорить не будем при этом на планете земля погибла большая часть биосферы и сегодняшняя биосфера конечно же представляет остатки той прежней роскоши тех огромных лесов тех видов животных которые тогда существовали некоторые из них мы сегодня видим живущими на нашей планете виде палеоэндемиков зубров из фауны секвой из флоры самшитов также из флоры но все палеоэндемики я перечислять не буду скажу лишь одно что по крайней мере изучая кавказские палеоэндемики самшиты мы поняли и также написано во всех учебниках биологии они не имели годовых колец то есть в генокоде не было заложено изменение зимы и лета после этой катастрофы зима и лето образовались потому что ось земли наклонилась и наклонилась достаточно сильно не так конечно как сегодня на двадцать три с половиной градуса а градусов реально на 20 и мы с вами это очень хорошо видим в нашем фильме три полюса два потопа дракон или малая медведица при второй катастрофе произошедшей в середине 19 века земля до накренилась до сегодняшнего значения кто не знает это наклон оси вращения земли относительно плоскости эклиптики из-за чего происходит смена зимы и лета урок природоведения третьего класса и после этой катастрофы из нескольких десятков миллиардов человек населяющих нашу планету на ней осталось несколько десятков миллионов причем основное количество людей спасшихся были на территориях наименее пострадавших как при ядерной бомбардировки так и потопе вызвано падение лели и это были территории русской равнины западной и восточной европы западная конечно при потопе пострадала чуть больше но вот эти территории русской равнины и восточной европы фактически пострадали частично был в них потоп поднималась вода но силы волн не было я это уже объяснял наших предыдущих фильмах и вся история которую мы сейчас знаем как европейская история эпохи возрождения или там средних веков разыгралась на территориях русской равнины и европы все остальное на земле практически просто выживала боролась за существование то есть все остальные люди а вот политические силы тут же о себе заявившие буквально через пару-тройку десятилетий после такой глобальной катастрофы продолжили свои противоречия те же которые существовали до войны и которые к этой войне и привели а дальше видимо эти же противоречия привели к следующей войне середины 19 века и этот период времени от потопа до потопа я его называю межпотопный период мы сегодня и начнем рассматривать и какие же силы остались в евразии всю планету мы брать не будем остались остатки тартарии центр который после гибели всего центрального района центральной области на побережье тихого океана а погибло там совершенно все мы опять все с вами это уже видели фильме тихоокеанский потоп и центр прошлого мира из этой же серии гибель тартарии по моей версии все управление какое смогло спастись скрылась где-то на тибете и на алтае но об этом мы будем говорить потом а частично управление перенеслось в город тобольск поближе границы с мятежной европой и дальше мы знаем тартарию под названием московская тартария видимо центр находящийся в тибете и алтае объединил несколько таких тартарий мы знаем как там свободная тартария в средней азии там китайской тартарии но сейчас не об этом у нас главное московская тартария с столицей в тобольске а в европе происходили те же движения фактически тех же самых мятежников современная московья в нашем понимании была приграничной зоной между тартарией с ее идеологией и западом с его идеологией при этом все части выжившие восстанавливались технологический уровень конечно же упал по сравнению с допотопным временем с временем до первого потопа но он остался это время екатерины второго петра первого ивана грозного по технологическому уровню который тогда существовал реально мы вообще не представляем а он был намного выше и скорее всего мы об этом снимем отдельный фильм но пока запомним что технологический уровень был гораздо выше вы многие наверное слышали о роботах у ивана грозного на службе даже последние какие-то роботы оставались еще при петре первом тут много вопросов по вооружению по оснащению армии по строительству по энергетике которые все-таки осталось и существовало от первого до второго потопа технологический уровень до паровых машин упал только после середины 19 века как развивались последующие события я расскажу на компьютерном экране чтобы лучше показать наглядно все что происходило после катастрофы конца 17 начала 18 веков все основные мировые события происходили на среднерусской равнине восточной европе но и частично население выжило конечно же в западной европе все остальные территории мира в этом нашем проекте мы рассматриваем все-таки евразию и все основные территории евразии северной африки фактически опустили и перезаселялись фактически также как территории кубани заново только территории кубани екатерина вторая перезаселяла фактически русским населением ну по крайней мере славянским а вот все остальные территории ближний восток северная африка средняя азия перезаселялись уже не представителями гоплогрупп r1a1 или r1b а также практически все до военные противоречия между отделившимися от митрополии тартарии европейцами которые привели войне и потопу опять сохранились и через какое-то время они начали обостряться католики мятежной священной римской империи продолжали наступление на ведический мир практически ослабшей и павшей метрополии а протестанты отвоевав свой кусочек в землях германии скандинавии и так называемой англии еще ждали своего часа теперь немного расскажу о примерной хронологии которые нам удалось установить в наших предыдущих фильмах это проект гибель тартарии проект история великой тартарии вот у нас собрание из наших проектов петр первый кто же он реальная история пазла великой тартарии но я периодически будут ссылаться на эти наши ранние фильмы что же происходило момент правления ивана грозного это момент применения оружия массового поражения то есть горячая фаза войны которая фактически продолжалась несколько десятилетий по официальной версии истории это начало 16 века начала этой войны а горячая фаза 60 и 70 годы 17 века то есть чистое правление ивана грозного и мы это с вами все рассматривали в первом нашем фильме гибель тартария но хронологический сдвиг этих событий примерно лет на сто реальных событий может быть чуть меньше то есть реально они происходили где-то в 60-х годах 17 века а не в 60-70 годах 16 века то есть еще раз напомню примерная реконструкция по официальной версии истории это 1570 годы реально это происходило в 1660 в 1670 годах через пару десятилетий после горячей фазы войны применения оружия массового поражения произошел потоп как он происходил я уже вам неоднократно говорил в проекте три полюса два потопа фильм в частности леля на землю упали обломки крупные части лели которые фактически изменили весь мир уничтожили климат уничтожили огромное количество населения но в принципе как и сама война волны цунами северного ледовитого океана накрыли евразию это мы с вами уже все обсуждали но хронология реальное событие потопа произошли в 1685 ну может быть где-то в период до 1690 года то есть 685 690 рамки этих событий и по нашей хронологии которую мы реконструировали это было правление бориса годунова то есть по официальной истории борис годунов правил в начале 17 века в самом начале и следы как шило из кармана этих событий торчат с 1601 по 1603 год это мы вытащили катастрофу во времена правления годунова потом мы нашли хронологический сдвиг на картах 1625 год образования охотского моря камчатки и гудзонового залива но реально это эти события произошли в период с 1685 по 1690 год смута воцарения романовых происходили после 1690 года то есть это десятилетие с 1690 по 1700 год и было окончание правления годунова смута воцарения михаила романова а само управление михаила романова и его сына алексея романова происходило с начала 90-х годов 17 века где-то по 20 годы 18 века и об этом тоже говорили что не так долго правили эти два царя как нам рассказывает официальная история якобы с 1613 по 1670 годы вот их время правления вместе занимает где-то порядка 25-30 лет реально сама же деятельность петра первого это временные рамки с 1730 по 1760 год реально и это мы опять рассматривали фильмах петр первый кто же он вот он этот проект реальная история петр первый кто же он кому интересно посмотрите эти фильмы что происходило дальше в момент изгнания петра первого и эти события мы опять же в этом фильме описывали москва опустела петр первый с частью своего дворянства которые его поддерживала из москвы бежал москва была взята и разрушена войсками московской тартарии и реально это происходило двадцатые тридцатые годы 18 века москва осталась как нейтральная территория между созданной пруссием российской империи со столицей сначала в кронштадте а потом в санкт-петербурге и московской тартарии со столицей в тобольске после петра первого правит скорее всего его реальная жена екатерина вторая об этом мы тоже говорили в наших ранних фильмах то есть петр 1 екатерина первая петр 3 екатерина вторая скорее всего между ними не было никаких анны ивановны и елизаветы алексеевны так называемый по они ивановне скорее всего ситуация однозначно направила где-то в курляндии была какой-то родственницей бранденбургских курфюрстов а елизавета вообще по описанию истории правило в москве и питер не посещала елизавета это какой-то реальный след правители московской тартарии как мы теперь понимаем петр 1 уже не было романовым романовым был только михаил и алексей а петр был каким-то родственником этих романовых это наверное скорее всего непрямым был он гальштин гаштожской династии а вот елизавета могла быть романовой но тогда скорее всего она действительно являлась дочерью петра от кого-то какой-то женщины из рода романовых может быть даже той же лопухиной но этот вопрос пока мы будем исследовать может быть она и была дочерью петра и действительно была романовой по матери следующий тезис екатерина и петр протестанты а российскую империю создала пруссия потому какая религия реально было на территории российской империи пока сложно сказать скорее всего часть дворянства дворянство как мы уже понимаем было совершенно не русская это дворянство в основном составляли французские гугеноты именно те 20 тысяч французских гугенотов которых принял курфюрст бранденбурга незадолго до этого беженцы вот они были гугеноты это протестанты и на тот момент основное население российской империи а это были области новгородской псковских областей западные области смоленска скорее всего даже воронежа плюс территории современной литвы и латвии эстонии они часто в принципе протестантские то есть значит в российской империи действовала часть ведического православия и часть протестантства но вся элита была протестантской что делает дальше екатерина она начинает расширение российской империи и фактически присоединяет к себе пустынные территории северного причерноморья крыма и кубани если северная причерноморья так называемая малороссия была хоть как-то заселена и там были казаки днепровские то кубань была практически пустынная и переселяла на туда население из видимо западных областей русской равнины современной территории белоруссии северной украины по польше сказать пока тут толком ничего нельзя но очень много польских фамилий среди всего населения россии и все они кстати православные они католики скорее всего в польше произошла какая-то или резня либо раскол и поляки православные бежали но екатерина заселила эти территории как мы поняли уже хотя бы славянским населением а вот северная африка ближний восток уже заселялись другими народами может быть под управлением все-таки представителей гоплогруппы 1а1 или r1b но большая часть населения простого рабочий люд был уже инородный но дальше по территориальным приобретением екатерины после захвата вот этих южных земель скорее всего этого промышленного центра донбасса екатерина попыталась пойти на восток и там она разумеется столкнулась московской тартарии со столицей в тобольске это мы и знаем теперь как восстание емельяна пугачева скорее всего екатерина захватила территории москвы и близлежащие к ней области и там как раз и было введено фактически крепостное право вот область распространения крепостного права это как раз таки район москвы не на волге не на кубани его не было и екатерина пошла вот в эти места где встретила сопротивление пугачева пугачев видимо реальный царь московской тартарии со столицей в тобольске попытался вот с этих вот территорий пойти на москву но проиграл был понятно казнен как мы знаем но скорее всего это было еще не все и и впоследствии прямо через несколько лет эти территории московская тартария москву вернее все таки отвоевала и войска екатерины то есть войска опять объединенной протестантской европы были фактически изнаны и примерная граница российской империи и тартарии была где-то вот здесь такое положение сохранялось скорее всего до 1812 года вот территории реальной тартарии а вот территории реальные той российской империи примерно вот такие но это все грубо это мы все с вами рассматривали неоднократно в наших фильмах я показывал свою гипотезу этих реконструкций в фильмах история великой тартарии и фильмах гибель тартарии так что кому интересно посмотрите но пойдем дальше в общем как мы теперь понимаем екатерина представляла собой силы объединенной протестантской европы то есть вот этой протестантской части немецких земель австрии плюс российской империи в тех границах которые мы с вами увидели и победив пугачева казнив его в москве московскую тартарию екатерина не победила и вскоре фактически после этого через пару десятилетий случилось совсем другое событие то есть уже католический евросоюз под руководством наполеона пошел на москву и на москву наполеон пошел практически объединив всю европу до этого поставив свое руководство и в австрии и в пруссии александром он как-то договорился мы это все рассматривали в нашем фильме из проекта история великой тартарии александр и наполеон в общем александр пропустил наполеона через свою территорию к москве граница была примерно где-то вот здесь видимо смоленск был приграничный город и после смоленска наполеон пошел по территории тартарии где всю дорогу его атаковали партизанские отряды про тартарских войск и это говорит о том что москва фактически была городом находящимся не в составе российской империи вот территории спорно потому что крепостное право еще там оставалось видимо шла какая-то возня между санкт-петербургом и москвой за сельские территории но в москве уже видимо сидела про тартарское купечество и как-то ситуация складывалась таким образом и еще хочу сделать замечание что наполеон с отцом александра первого павлом первым который был про католический это мы тоже с вами рассматривали хотел идти в индию но индия это была не та индия который мы с вами представляем сегодня это индии была сибирь то есть территория тартарии эту версию мне подсказал андрей кадыкчанский что было несколько и индий это это по-русски и где ну типа далеко то есть это земли парсы земли индии их было много и америка называлась индии и индия индии и сибирь индии и скорее всего это название индий частей древняя и происходило еще тогда когда центр был гипербореи и оттуда шло распределение населения и индиями называли районы земли которые гиперборея заселяла или ассия или даария но индия сам смысл мы поняли индия эта территория той же московской тартарии а московская тартария фактически имела вот такие вот границы хотя центр столица была тобольск как мы знаем назовем западе а центр ее был как мы говорили в районе тибета куда и и упала основная часть фрагмента фаты вот она граница с российской империи так называемый здесь вот на этой карте москва в принципе уже составе российской империи или европы так называемый российская империя была неотъемлемой частью европы вот фактически эта карта показывает противопорствующие сил силы европы и силы тартарии московской но европе как мы понимаем силы протестантов менялись силами католиков теперь по хронологии начнем с конца 18 века хронологию после работ миллера шлёцера и байера после их искажения истории ранней можно считать правильной реальной аналогия была реальная и это уже не раз говорил и скорее всего вот те кто переделывал историю после катастрофы середины 19 века они хронологию не трогали а просто изъяли исторические события ничем их фактически не заменить вот так вот изъяли события с 1841 по 1849 год вот саму катастрофу и ничем ее не заполнили кроме каких-то незначительных событий а вот события до работ миллера шлёцера и байера все переделаны очень много событий изъято удревлено отправлено в более глубокую древность но самое основное что они изъяли существование самой тартарии полностью исказили историю руси ее границы но как всегда шила мешки не утаишь и даже из событий официальной истории прямо выпирают многие события по которым можно провести реконструкцию то что происходило реально но пока к событиям 1812 года как мы знаем по ходу наполеона предшествовала французская революция что такое из себя была французская революция это был протестантский попытка протестантского захвата католической франции и устроена она была именно протестантской англии об этом много написано это все происходило в рамках в рамках борьбы католиков с протестантами потому что католики как мы уже с вами говорили это религия аристократии и монархии а протестанты это религия капитала ну соответственно идеологии но с остатками тартарии эти два течения в европе боролись совместно очень протестанты устроили во франции революцию перебили всю аристократию тех самых представителей второго высшего сословия тартарии и устроивших сам европейский мятеж в начале 16 века и разъезжавших эту войну и катастрофу планетарного масштаба но протестантской франция так и не стало не удалось ее сделать наполеон перехватил власть и создал новых дворян новый свой опорный класс но католический и под католическим флагом наполеон фактически объединил всю западную европу и в отличие фактически от других событий в европе наполеоновское объединение фактически произошло не особо кроваво вот поход наполеона он рассадил заменил всю аристократию на каких-то своих родственников в большей части это он произвел в польше и в немецких землях и в италии которые еще не было даже близко италия вообще интересная так называемая земля то на испании подчинялась то франции и что сделал наполеон он фактически запер англию у себя на островах и англия стала основным его соперником до похода на тартарию та англия самая которая устроила эту великую французскую революцию во франции была наполеоном загнана в угол и фактически англия стала на тот момент основным центром протестантских сил участь еще была в голландии все остальные протестанты немецких земель фактически наполеону подчинились наполеон еще даже не закончив свои европейские преобразования тут же двинулся в про тартарские земли и это была северная африка после того как там было уничтожено видимо ответным ударом из тартарии мятежная часть населения а именно из северной африки как мы говорили во многих наших фильмах и пошел европейский мятеж это было ее центром тартария направила на эти опустевшие территории свои войска и мы их знаем под именем мамилюки именно с ними встретился наполеон северной африки но это же северная африка египет ливия пустыне еще не было потому мамилюки и перемещались фактически на лошадях и у всех мамилюков как я вам говорил была конная армия а это выпас пустыне невозможно разводить лошадей это только возможно в травянистых степях так вот мамилюки были такими же фактически военными тартарии как и те османы которые установили военное управление на территории современной турции а прошло якобы византии который не было ну то есть сменили гражданское мятежное управление на военный режим то же самое пыталась тартарии сделать и в северной африке все эти события и свою реконструкцию я изложил в проекте пазлы великой тартарии те события что происходили на территории современной турции но и коснулся этом североафриканской ситуации в общем на момент наполеоновского похода северная африка еще не была занесена песком и представляла из себя только возрождавшуюся после бомбардировки и потопа территорию на ней начали появляться растения флора фауна начали восстанавливаться города это все прекрасно видно на старых картах африки средневековых было большое количество рек и в аравии и на ближнем востоке песком северную африку накрыла только в середине 19 века и жила эта северная африка реально по тартарским законам за это поздние историки очень сильно обругали вообще эту североафриканскую цивилизацию восстанавливающиеся как раз конца 17 18 веков что там якобы работорговцы рабовладельцы пираты а то кого больше всех ругают тот скорее всего был не таким как его и рисуют это мы неоднократно уже видели и в политике и в истории он сколько рек было на территории северной африки на территории аравии здесь простая логика больше всех ругают сталина который больше всех сделал для страны и ивана грозного совершенно оболганного всей исторической наукой хотя скорее всего до 1666 года но это из официальной истории этот никоновский год до реформы никона оказывается иван грозный был святым и ему в салтырях даже посвящались молитвы описано конкретно что просили верующие у ивана грозного но святым он был опять же скорее всего не христианского православия а ведического православия в общем основной задачей моего рассказа было немного рассказать о гипотезе реконструкции хронологии того периода мы немного коснулись роли наполеона александра павла первого александра первого я объяснил это все со своей точки зрения но более расширено это все указано в наших фильмах вся наша гипотеза изложена в двух проектах это история великой тартарии и гибель тартарии так что всем я советую начать смотреть наш канал именно с этих фильмов теперь небольшой вывод как вы поняли все события не такие длинные как их описывает официальная история смысле события тех лет то есть правление романовых не с 1613 года происходит а михаил романов реально вступил на московский престол или был избран как выборный царь после кровавой свадьбы в 90-е годы 17 века то есть фактически на 80 лет позже и вся история романовых и происходит из 90-х годов 18 века и романовыми были только два царя не михаил и алексей его сын петр первый это совсем уже другой человек хотя как-то связаны с романовыми и скорее всего через брак сама же деятельность петра первого происходило как императора российской империи образованы его отцом это исследование мы показали своем фильме пет петр первый кто же он прусским королем отцом прусским королем смысле вся деятельность петра первого еще раз происходило с 1630 по 1660 год и 62 до начала правления екатерины при которой хронологию миллер шлёцер и байер исправили но после она уже пошла реальны после их работ и еще один немаловажный фактор скорее всего во время войны с наполеоном оружие массового поражения тоже применялось но незначительно она не повело глобальных последствий тартария разом в москве остановила весь этот европейский поход наполеона всего евросоюза за наполеона воевала вся европа вот он до сюда дошел и пошел обратно той же дорогой то есть здесь была точка разворота назад после чего 1816 год описывают как год без лета но кроме взрыва в москве этого шара над москвой а потом французов отступающих и болеющих лучевой болезнью скорее всего применение оружия массового поражения происходили еще где-то но локально и эти события не вызвали глобальных последствий как я еще раз говорю глобальные последствия для земной цивилизации вызвали более поздние события и так вы посмотрели мою реконструкцию немного напомню то что у нас получилось по моей реконструкции так называемый потоп произошел реально в период времени от 1685 где-то по 1710 но я все-таки склоняюсь больше к датировке от 1685 по 1690 год этот момент мы сейчас исследуем и получается что в момент потопа в москве правил борис годунов как мы знаем борис годунов по официальной версии истории умер в первом десятилетии 17 века а сама великая смута так называемая после его смерти разразилась 1612 году и это мы знаем как передача власти от рюриковичей к романовым вернее перехват власти так вот реально перехват власти происходил в районе 1690 года и соответственно все события воцарения михаила романова правления его сына алексея алексея михайловича уложились по моей версии в пределах до первых десятилетий 18 века само же правление петра первого мы можем спокойно отнести примерно к датировкам 2 3 десятилетия 18 века это начало правления конец же его правления это момент прихода к власти и екатерины тем являлась ему екатерина женой либо просто преемницей но между петром и екатериной никто в российской империи не царствовал это я хорошо показал своем фильме петр первый кто же он а вот само управление екатерины так называемой 2 характеризуется тем что в этот момент произошла переделка истории миллером шлёцером и байером и история до нее была вся переделана убраны многие события раздвинуты временные рамки назад в прошлое события также были раздвоены это очень хорошо видно в книгах носовского и фоменко после же екатерины 2 хронологию можно считать верной но это по моей гипотезе и дальнейшие реформаторы истории действующие после второй катастрофы середины 19 века а действовали они как раз 60 и 70 и годы расцвет борьбы западников со славянофилами так называемый внедряли они западники нормандскую теорию вот в тот момент исторические фальсификаторы просто убрали ненужные им события такие как саму катастрофу 1841 1849 годов войну и катастрофу и вместо нее они просто ничего не ставили в эти временные рамки это опять я хорошо показал в девятой части нашего проекта история великой тартарии 19 век снова война снова потоп кому интересно посмотрите но и в заключении нашего фильма я немного дам вам образы того какой была растительность в период до потопа 17 18 веков и такая растительность еще оставалась в межпотопный период до 19 века до его середины и помимо вновь появляющихся новых деревьев в основном кстати хвойных сосен пихт может быть даже и берез ну тут сейчас трудно сказать мы знаем что берет березы растут на гарях еще очень многие территории нашей планеты были заселены старыми видами допотопной растительности теми же секвой ами теми же тисами и самшитами но так как в них не было заложено смена зимы и лета потихоньку они вырождались также на нашей планете оставалось все таки еще много видов допотопных животных так называемых палеоэндемиков но наука относится сейчас эндемики палеоэндемики это к тем видам животного мира и растительности якобы до ледникового периода но теперь мы понимаем с какого времени остались кавказские зубры остались кенгуру все эти интересные виды животных типа утконосов кала лемуров чем они отличаются от сегодняшних видов животных которые четко разделились на различных млекопитающих присмыкающихся те виды животных типа сумчатых и вообще странных утконосов вроде бы с виду млекопитающих но несущих яйца оставались именно из допотопного времени и скорее всего до потопа середины 19 века этих животных было много и видов их было еще достаточно много до сегодняшнего дня из того количества видов остались единицы кто-то даже разместил в интернете фотографии где охотники второй половины 19 века охотились на птеродактилей так что есть большая доля уверенности в том что птеродактиле и вообще динозавры не то что жили в допотопный период до потопа 17 18 веков остались частично в межпотопный период и некоторые особи дожили до конца 19 века но это пока только предположение и еще один интересный образ это тех городов строений которые погибли на территориях максимального заселения ну в том же причина море и средиземноморье а особенно на востоке евразии и эти города архитектуру их очень хорошо ни странно показали фильме звездные воины пейзажи планеты набу посмотрите насколько художники рисовавшие декорации к этому фильму хорошо нарисовали до потопные строения а как мы с вами знаем человек никогда не может нарисовать того что он не видел вот вам информация к размышлению но на сегодня я думаю все до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии подписывайтесь на наш канал